Проблема вывоза мусора в Рязани по-прежнему портит жизнь горожанам. Вне зависимости от района, то там, то здесь возникает мусорный коллапс. Особенно остро это ощущается после праздников и выходных. Наш корреспондент Жанна Алпатова попыталась разобраться в ситуации. Двор полон зелени, но гулять с внучкой Геннадий Сидоров предпочитает в парках. Причина прозаична. Рядом с жилыми домами мусорные контейнеры, которые чаще всего переполнены. Как правило, бочки заняты полностью, склеить, как говорится, под ободок и пристроить свой мешок с мусором весьма проблематично. Ситуация эта не уникальная для Рязани. И это, например, уже улица Стройкова. Картина та же, хотя управляющая компания, отвечающая за чистоту, другая. А дело в том, что многие рязанские жилищные организации в мае этого года расторгли договор с фирмой, отвечающей за своевременный вывоз мусора. Мы обращались к обслуживающим организациям с предложением пересмотреть графики вывоза, установить большие емкости для того, чтобы обеспечить чистоту на площадках. Но, к сожалению, мы не всегда находили отзывы на наши предложения. И с целью сэкономить определенное количество денежных средств нам не всегда шли навстречу. Между тем договориться можно было бы, уверяют коммунальщики. Главное – стремиться к диалогу. Только хотеть этого должны обе стороны, в противном случае страдают жители. Но реалии таковы, что часть управляющих компаний в погоне за собственной выгодой игнорируют фактические потребности рязанцев, что и приводит к подобным мусорным коллапсам. Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести Рязань. Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести Рязань.